Женственная женщина, мужественный мужчина. Бах! Интересная жизнь! Согласны со мной? Бах! И продолжение рода! А то что за продолжение рода, если нулевой потенциал, если они все время рядом? Трутся, да. Нет продолжения рода. Если ты пулей не уборишься, она в тебя никогда не попадет. Многие люди сейчас заинтересованы в возрождении культуры. Как вы считаете, нужно ли это? Кто хочет вложить здесь к культуру, тот хочет быть здоровым, красивым и веселым. Потому что культура дает основные эти качества. А кому нравится серость будней, может жить и без культуры. Самое важное, да, что культура в первую очередь связана с внутренней атрибутикой. Это правильное питание, правильный распорядок дня, правильное мышление. А не только внешне, как нам пытаются это показать очень часто. Как сказать, в обществе, да, в социуме. Соответственно, нужно концентрироваться больше на внутреннем, чем на внешнем. А как возродить культуру? Что нужно делать? Чтобы возродить культуру, первое, что надо сделать, что в каждом городе появились славянские вечерки, на которых люди разучивают танцы, игры, хороводы, песни. Это запускает первоначальный интенс живой, жизненной радости, жизненной силой. И когда уже люди растанцевались, расхороводились, в молодецких забавах поучаствовались, им надо уже глубже копать, изучать язык, традиции, обряды. Вот это вот естественный путь. И когда вот эти клубы и танцевальня у нас появятся везде, и народные клубы, начнется настоящее возрождение. А не только сидеть и книжки читать. Не совсем соглашусь с предыдущим оратором. Дело в том, что можно, конечно, плясать, можно танцевать, но до тех пор, пока у нас внутри отравленный мир, и мы пьем грязную воду, думаем плохие мысли в связи с тем, что у нас есть куча страхов, каких-то ограничений с раннего детства от наших родителей, которые пережили войну, которые пережили репрессии, дедушки с бабушками революции. Соответственно, если мы эти страхи не убираем, ни о какой чистоте сознания мы не можем говорить, что все будет внешней атрибутикой, и оно будет просто поддерживаться на каком-то уровне, но, на мой взгляд, основным параметром, что должно быть именно номер один в славянской культуре, это культура избавления от внутренних страхов. Это очень важно. То есть это то, что делал, допустим, товарищ Сталин, это массовые прыжки с парашютом, это большое количество людей, которые уезжали в Сибирь, оторвались от маминой сиськи, да, и ехали строить там бамы, ехали строить какие-то великие сооружения, они менялись сознанием, они преодолевали свои страхи, то есть должна быть культура преодоления страхов. На нее потом наложится то, о чем говорит Иван Царевич, это будет естественно. Пока нет культуры побеждения страхов, внешняя культура, она носит это на ютический символ. Но Мать-Тереза говорила, не против войны, а за мир, не против избавления от страхов, а за радость. Фокус внимания очень важен. То есть лучше фокусироваться на играх, радостях и на вот этой позитивной нотке. Это очень важно, тоже мой жизненный ноток показывает. У страха что право тебе положено? Любовь. Нет любви, есть страх. Да? Есть любовь, нет страха. Все согласны с этим? Просто? Да. И вот культура народная, это и есть культура любви. То есть вы же знаете, что наши предки, они были в любовных отношениях очень разных. Вы согласны? То есть и более теплые отношения, и любовь. Заметьте, вот как мужчины и женщины друг друга называли. Ладушка, свет моей души, да? Свет моих очей, соколик ты мой. А сейчас? Медвежонок ты мой, зайчик. Это что это? Деградация на лицо. Вот. И наши предки, которые именно развивали именно культуру любви. Ключевая тема. И вот этой любовью освещали все страхи, конечно же. Поэтому в народной культуре есть и такие обряды кресения. Это очищение от страхов, от боли. Вот. Потом даже танцы. Когда ты танцуешь, из тебя вытряхивается боль. Боль, она же как? Которая внутри находится, в душе там, или где-то еще, в тонких структурах. Эта боль всегда проявляется как мышечный зажим. Все согласны? То есть мышечный зажим. А когда ты танцуешь, у тебя вот протряхиваются мышцы, зажим уходит. И с ней уходит и боль, и страх. Поэтому культура любви, это есть народная культура. Через танцы, игры, хороводы происходит очень сильное исцеление, в том числе и от страхов. Но вот эта тема, что Олег поднял, она очень важная, действительно. Потому что наследство от прошлого каждому из нас, даже и нам двоим, досталась куча страхов. Да. И вот действительно, сейчас вот настал момент заглянуть в глубины своего вот этого подсознания, потому что эти страхи затаились, нам кажется, что их нету, а они есть, да? Как в анекдоте. Что надо в глубину вот эту капнуть и страхи эти достать и просветить их в любовь. Только так начнется правильное развитие. Здесь просто есть очень интересный момент, то, что ты сказала. Заключается этот момент в том, что каждый человек, когда он проходит определенное психическое состояние, у него есть точка невозврата. Так вот, приближаясь к этой точке невозврата, у каждого увеличивается желание дать заднюю. Да, то есть у нас ум, он энергичен, он защищает то, как мы думаем. И вот умение, наработка прохождения этой точки невозврата, если вы это научитесь делать, вы сможете радоваться практически постоянно. Я просто вот, находясь здесь, вижу очень интересное такое наблюдение мое, может, личное, что люди радуются, пока идут в практике, а потом становятся снова грустными. Да, вот. И это очень часто, ну, то есть, это очень большое количество людей я наблюдаю, это очень большая проблема, потому что, если ты там радовался, ну, ты должен в обычном состоянии радоваться, ну, чуть меньше, но все равно радоваться. А люди становятся обычными, грустными. Почему? Ты энергию набираешь, 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 точку невозврата не прошел, тебя назад откатывает, 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 и все. А ум еще говорит, да, не надо, этой ерундой заниматься, тебе эти практики не помогут, и культура, и там все. Раньше, помню, практически все были в славянских одеждах на старых фестивалях, сейчас немножко меньше людей. Вот. То есть, почему? Идет из-за вот этой точки разочарование. И вот, ваше умение проходить это, это вот, это высший пилотаж. Я не говорю, что это единственный путь. Но если вы научитесь проходить эту точку невозврата, это высший пилотаж, возрождение вашей внутренней, соответственно, внешней культуры. Потому что в славянском платье, если вы пойдете где-нибудь в большом городе, для этого надо иметь что? Смелость. Мужа. Она тебя пальцем показывает. Правда? Они пока не смотрят, кстати. И посылают кучу позитива и любви. Да какое точно? В последнее время очень доброжелательно смотрят. С интересом я часто езжу, ну, потому что мы не будем с проводами. И я обратила внимание, что раньше так вот, а последний вот год уже прям очень позитивно смотрят. Ну вот, меняется, не зря. Вот исходя из этого, следующий вопрос. Как нам возрождать культуру нашу? Вот сейчас такая интересная ситуация, что с 12-го года такая волна пошла мощная. Она может и чуть-чуть раньше началась, но в это время особенно. И правильного питания, сыроедения, родовых поместьй, славянской культуры. Тут люди жили обычной жизнью, да? И тут раз, вот это новое знание, которое полностью тебя меняет. А у тебя и у каждого из нас еще внутри такой багаж этих страхов, обид, разочарований. И заметьте, это не только еще с этой жизни, с детства там. Не только даже, кстати, с зачатия еще, с беременности матери они кормят. Да? Копятся. А еще с прошлой жизни. И вот этот вот груз недоработанных вещей, ты когда с этим грузом входишь, хоть в сыроедение, хоть в родовое поместье, хоть вообще в любое движение, ты в нем разочаруешься, потому что этот груз тебя бах, и вниз опять тянет. Поэтому вот этот вопрос очищения, то, что Анастасия говорила, чистота помыслов, чистота души. Как говорится, многие слышали звон, да не знаю, где он. Если не ту пару выбрал, то в городе еще кое-как можно жить, а в поместье это очень сильно показывается, та или не та. Ну, то есть там более сильно, на земле все более сильно. Энергия природы. Если ты в городе был Косяковый человек, а ты в родовое поместье приехал, а твоя Косяковость еще в 10 раз усилилась. Конечно, тебе жить, ты разочаровался в идее родовых поместьев, потому что ты ничего не понял. Ну, ты не созрел, да, тема? Поэтому вот это имеет тема созревания, совершеннолетия, самодержавия все на эс. И когда ты уже самодержавный такой человек созревший, ты вот вступаешь в любую идею, и в ней есть целостность, и у тебя получается. И с сыроедением получится, есть такие люди. И с родовыми поместьями получится, и есть такие люди. И с народной культурой славянской все получится. Как возрождать культуру? Сам механизм возрождения – это что? Культура – это не насилие, мы должны это четко понимать, да? Наша культура, славянская культура, она какая? Она кайфовая, она классная, она радостная, да? Она – это культура чего? Это культура создания радости. Что такое культура? Это повторяющийся механизм создания радости. Это когда человек живет и наслаждается. Но от чего мы не можем наслаждаться, вот по точке невозврата? Что такое точка невозврата? Очень многие люди не умеют наслаждаться от перемен. Почему? Потому что ум привык себя считать каким-то, да? Жить в каком-то мире. Почему я говорю «ум»? Это набор программ у нас в голове, да? И когда мы «эх, эй, классно! Давайте строить родовые поместья!» Но когда ты понимаешь, что ради родового поместья придется там продать свою квартиру в городе, возможно, да? Получить деревья справочные, лошадный дизайн изучить. Да, то есть учиться тебе надо будет. Тебе придется поменять там свой какой-нибудь, я не знаю, Лексус на какой-нибудь УАЗик. Механизм. Вон люди из-за стекол высматривают. Пусть им их. Да, открывайте. Механизм изменения болезненный. С чем его сравнить? Вот в Сочи есть скайпарк Тарзанка, 210 метров над пропастью. Вот ты выходишь, и пока тебя не застегнули, и ты туда не подошел, тебе нормально, ты улыбаешься, все хорошо, классно, давайте прыгать, все классно. Но как только ты встал туда, это пипец. Все, все твое нутро, все твои страхи, мамы, бабушки, прабабушки, там, все начинают у тебя в голове визжать, что у тебя будут соскребать вот этих вот камней, которые там внизу. Они тебе покажут картинки, кто это будет делать, как это будут делать. То же самое происходит с нами каждый раз, когда мы решаем безвозвратно поменять свою жизнь. Каждый раз. Каждый раз, когда вы собираетесь историю превратить в пыль, то есть у нас что в психологии? Мысль, слово, действие. Вот мы на уровне слова, большинство и зависает из-за неумения проходить вот эту точку невозврата. Из-за страха разжать кулак и потерять то, что у тебя там есть. А получить что-то принципиально другое, причем ты часто не понимаешь, что там. Да, ведь ты не понимаешь, какие бонусы, какие преференции у тебя будут в родном поместе. Те рассказывают, но это пока непонятно. И вот в тот момент, когда вы научитесь отпускаться, вы поймете, что вот этот момент перехода, он самый радостный на самом деле. Сам момент перехода, потому что именно после него начинают запускаться. Пропасть, прыгаешь, радость, да? Да, да. А не страшно, когда летишь? Да, вот когда летишь, не страшно. Страшно прыгнуть, да? Вот этот момент, вот эта точка невозврата, именно... Попрощаться, а когда попрощаться, уже летишь, уже все хорошо. Тогда еще можно отказаться. Именно вот этот механизм сейчас является стоповой точкой для большинства людей. Именно поэтому, вот я еще раз повторю, в Советском Союзе был целый механизм огромный разработан по прохождению юношами и девушками страхов вот в 30-х годах. Вот такая вот штука. Да, это очень здорово ты рассказываешь. Я бы хотела добавить, что ты сказал, почему здесь все радостные, а потом не радостные. По привычке все ищут причину вовне. То есть мы вот все попрыгали, здорово. Причина же радости, она внутри. И это когда целостность, то есть я тоже в пути, у меня это то бывает, то не бывает. Когда тело здоровое, позвоночник, ты дышишь, и дыхание, тело, душа, и дух все соединено. И вот когда контакт есть, есть радость, и все есть, везде хорошо. А вдруг он теряется по какой-то причине, и вроде опять все не радостно. То есть все равно радость, она внутри, та беспричинная, и это соединение со своей божественной частью. И потом мы идем делиться. Но вот эти хороводы, как это, как любой инструмент, это помощь. Оно помогает, чтобы этот огонь в груди, он разгорелся, и все время, чтобы, да, вспоминалось вот это вот, все вот это вот, то, что в нашей природе помогает вспоминаться. Поэтому. Я вот все-таки отвечу, ну, как дополню вот эту вот штуку. У нас просто есть идея, что вот радость, она внутри, да, и она зависит только от тебя. Вот. На самом деле, она находится, да, внутри, но у нас снаружи существует, как сказать, как нагрузка, да, вот как штанга в жизни у нас существует. Да, то есть у кого-то эта штанга в каких-то блоках она большая, у кого-то эта штанга маленькая, те радуются больше, у кого большая штанга, те радуются меньше. Вот. Здесь-то вопрос в чем? Вопрос в том, чтобы, когда ты разгоняешься, я еще раз говорю про эту точку невозвратно, ты разогнался, ты выходишь за свое нормальное состояние, если ты умеешь отпускать, ты закрепляешься в новом состоянии. Вот царевич не даст соврать, потому что он это проходил, я думаю, десяток раз, если не больше, да. Когда ты разгоняешься и закрепился в новом состоянии, и в старое ты не падаешь уже никогда. Но из-за страха отпустить контроль, многие падают в старое состояние. Он водит хоровод, там надо поводить, там его два часа, да, чтобы разогнаться. Он водит его час, и в голове начинается, ой, что-то я устал, что-то я не хочу, что-то мне там это уже, там, ножки болят, и все, и в старое состояние скатились. Встречаются мужчины и женщины, управляются, и как им взрастить любовь, сделать как бы из страсти, создать им нечто большее, настоящее, великое чувство? Ну, вот такой вопрос, чтобы на него был получен правильный ответ, надо задавать многодетным отцам и материам, у кого-то по 4, по 5 детей, да? То есть это люди, которые этот опыт прошли, они на него ответят более грамотно. Ну, а здесь можно просто сделать небольшие намеки народной культуры на это, потому что действительно, сейчас такое время интересное, когда сворачивается карма не только за это воплощение, но и за многие тысячи лет прошлых жизней. Сейчас заканчивается не только ночь сварога, которая была 1600 лет, но и сворачиваются циклы, которым по 100 тысяч лет и по миллиону. И все эти люди, с которыми мы когда-то имели разные отношения, приятные они очень, они в нашу жизнь притягиваются, и в том числе иногда это происходит как страсть между мужчиной и женщиной. И она возникает не для создания семьи, и для детей, а для прохождения определенного опыта, отдать долги друг другу. И вот поэтому очень важно заметить вот эту разницу. И для того, чтобы заметить эту разницу, есть такое понятие, как свадебное испытание. И народная мудрость говорит, что надо станцеваться и спеться. Все же слышали? Станцеваться и спеться. Станцеваться, войти в резонанс на уровне тела, ногам, ногу, и спеться в резонанс на уровне души. И вот этих свадебных испытаний 21. 20-я буква П, 21-я Р, предложение. 22-я буква С, свадьба. То есть в языке четко написано. И вот если 21-е это испытание четко пройти, в народной культуре испытывается молодец отдельно, девица отдельно на уровень С, созревания, насколько каждый созрел для полноценных отношений. Чтобы создать семью, каждый должен быть самодержавной личностью. А потом проверяется взаимодействие вот этих созревших людей, 14 испытаний с собой. И вот если следовать указам народной культуры, то всегда можно отделить страстью любое. А если лениться и не следовать, то попадаешь в ловушки, в которые многие попадают. Здесь есть еще один такой момент, из-за чего многие люди становятся несчастными в личной жизни. Это не только кармическая природа у этого есть, но есть еще и социальная природа. И механизм социальной природы заключается в том, что мы в долгие годы, а точнее говоря, это примерно 300, ну, с прихода романовых власти, да, имперской фамилии романовых власти, у нас стал насаждаться такой имперский уклад семьи. Да, где женщина, в чем заключался имперский уклад семьи? Женщина это домохозяйка, бесправное, недоделанное существо, которое сидит, ухаживает, смотрит только за домом и растит детей. Она была бесправной, это очень важный момент. То есть я вам вот из истории скажу, что, допустим, если у британского барона, да, его убили там на войне, не осталось наследников мальчиков, то женщину бы просто выгнали из замка. С девочками и детьми, да. Допустим, в Беларуси еще буквально вот в начале 20 века землю выдавали только на мужчину в семье. На девочек не выдавали землю. То есть все девочки работали на барщине, так называемой, да, то есть работали на помещика, им землю не выдавали на них. Вот. И девочки были из-за этого ущемлены, были бесправные и, как сказать, ну, домоседлые, домоседлые. А по ведическому гороскопу, которым я занимаюсь, девушка тоже может быть интеллектуального знака. Девушка может быть активного знака, зодиака. Да, и если она попадает вот в эту имперскую идеологию домоседки и домохозяйства, она там автоматически становилась несчастной. Автоматически становилась несчастной. И вот когда у нас сняли эти ограничения, произошел что? Перекос в обратную сторону. Женщины там 300 лет... Которых долго даже зажимали. Да, 300 лет зажимали, они начали отыгрываться и решили переломить. И сегодня мы живем фактически в матриархате, во многом из-за этого. Вот женщины как начинают давлеть над парнями, не выпуская их никуда. Вот сейчас это в социуме очень распространено. И именно вот этот механизм делает женщин несчастными. Если взять Романовых, то именно с Романовых начали женщины-императрицы появляться. Поэтому нельзя сказать, что женское начало было подавлено. А скорее всего, что было внесено искаженное понимание мужественности и женственности. То есть со времен Романовых мужская роль, она начала портиться, потому что мужчинам бороды побрили, начали вот эти штаны в облипочку. Мужчины начали портиться. А женщинам дали тоже другую роль, немножко неправильную. Получается, просто и мужчины, и женщины как-то потеряли свое место в семье и в мире. 300 лет вот оно началось вот эта тряска. И мы сейчас пожинаем эти плоды. И мы те люди, вот наше поколение, кто сидит слушает, нам надо грандиозный труд проделать каждому человеку, чтобы понять, что такое мужественность, что такое женственность. И надо понять третий момент. А еще как это все, чтобы станцевалось? Мужественность, станцевалось женственность. Понимаете? Потому что это действительно глубоко забытое понятие. И испорченное понятие. И наши родители неправильно жили, бабушки и дедушки неправильно жили. И вот только наше поколение, благодаря ситуации, которая сейчас на земле, имеет возможность эту ситуацию решить. И на красивый уровень перевести. И мы, говорят, дети не отвечают за грехи, рейтись. Да, отвечают. Они нам накидали в рюкзак своих этих моделей поведения испорченных. А нам-то надо это разгребать. Конечно, мы отвечаем, как они себя вели. И как нас научили. А нам сейчас надо все это осознавать и преобразовывать в радость. Да. Плюс еще кастовая система, которая была... Чем каста отличалась от сословия, которые потом вели? Касты были у славян живые. То есть, если ты родился в семье крестьянина, ты не обязательно должен был быть крестьянином. Если у тебя есть способности, ты мог прекрасно пойти и стать воином. Или ты мог пойти и стать волхом. То есть, у нас не было мертвых каст фиксированных. А именно в это время были введены сословия. И рождение ребенка автоматически определяло его соцстатус. То есть, не внутренний соцстатус. Ваше благородие или попроще. Да, да, да. То есть, там человек какой-то низшей касты мог родиться, допустим, в царской семье. И он получал, грубо говоря, какой-то княжеский титул. Хотя на него никакого права по факту не имеет внутреннего. Из-за этого происходила деградация общества. И тоже из-за этого в семье портились отношения. Но не случайно же мы рождаемся в той или другой семье. Ну, конечно. Души детей выбирают родители. И развитие их, как правило, было другого уровня. По поводу женственности и мужественности, поскольку я занимаюсь преподаванием, то меня очень, конечно, интересуют вопросы. Я изучаю взаимоотношения мальчиков и девочек в школе. Сейчас об этом стали очень много говорить. Девочки добреют над мальчиками. В силу того, что они быстрее развиваются и учащиеся в одном классе, конечно, они мальчиков подавляют изначально. Поэтому этот вопрос, я считаю, в силу развития мужественности тоже как-то надо иметь в виду в обществе и поднимать. Сейчас стали организовываться классы отдельно мальчиков и девочек. Есть тоже противники, которые считают, что это неправильно. Но в силу того, что дети могут общаться же не только в школе, а в разных других местах. И на переменах, кстати, могут общаться. Конечно. И на совместных танцах. Они не будут общаться с противоположным полом. Но в то же время в классе у мальчиков больше такой соревновательности будет чисто позитивной, мужской. Они не будут бояться, а как там мне посмотрят девочки, которая мне нравится. То есть вот это очень позитивный момент. Мне кажется, если при любой возможности надо поднимать этот вопрос с раздельным обучением и даже с составлением раздельных программ, потому что я понимаю, что сейчас... Уже в России проводятся такие опыты в некоторых периодах. Да, что девочки, они в течение урока учатся медленно. Им одну тему можно давать весь урок. Мальчик, вот я сейчас в данный момент занимаюсь, учу мальчика в третьем классе. И мы с ним за один урок меняем 8 тем. Потому что мальчик настолько быстро схватывает тему, что ему можно за урок дать 8 тем. В конце их быстро повторить и все, я пошел дальше. То есть это феноменально. И вот представьте, мальчишки учатся с девочками, которые весь урок плавно учат одну тему. Они, конечно, начинают ерзость, вызывать у учителей негатив и раздражение. То есть вот эту тему, мне кажется, необходимо поднимать в силу возвращения к нашей культуре, к мужественности и к развитию наших детей. Еще один момент очень есть интересный. Почему девочки давляют над мальчиками? Потому что мальчикам запрещают проявлять физическое воздействие на девочек. А девочкам не запрещают на мальчиков. Да, девочкам мальчиков бьют, а девочкам мальчиков бить можно, а мальчикам девочек нет. Их сразу жестко за это наказывают. Начинается прессинг моральный как от матерей, которые являются основными воспитателями сегодня, к сожалению, так и от учительниц, которые учат мальчиков. Хотя такого тоже не особо должно быть, потому что мальчиков должны учить мужчины, соответственно. И вот эта физическая дискриминация приводит уже потом, впоследствии, к огромному количеству обид с раннего детства у мальчиков на девочек. И потом это будет вылазить как, возможно, домашнее насилие уже во взрослом возрасте. Либо алкоголизм и вся вот эта история из-за самоподавленности. Вот такая вот история. А кроме физического воздействия девочки еще и психические воздействия на мальчика. Я тебе скажу так. Умный до тех пор умный, пока ему по шее не дашь. Вот. И если бы эта возможность была, по шее бы давали. Я так и говорю, что девочки воздействуют на мальчиках и физически могут ударить подфильм по башке, и психически. А мальчики не могут воздействовать ни тем, ни тем. Разве ты развеешься? Конечно. По народной традиции в подростковом возрасте обязательное раздельное образование. И совместные встречи на праздники. Танцы почаще можно проводить несколько раз в неделю. Ну и вообще на улице гулять можно вместе. А учиться раздельно, и будет от этого много толку. И вообще, чтобы вырос мальчик, его с юношества надо периодически мужские лагеря отдавать. Например, там вообще пол лета девочек не видишь. Одни мужские рожи суровые. И там вот куётся мужественность, понимаете. Вот уехали там на полтора месяца в суровый мужской лагерь выживания. И так вот получается мужчины. А когда вот это смешанное общество, то вырастают виловатые мужчины и виловатые женщины. Ну а женщины и девочки, соответственно, от мальчиков отдыхают периодически тоже. на пару неделек там больше женскими делами занимаются. Накапливают женскую силу. Да, это описано... И во взрослом возрасте тоже надо отдыхать. Это очень интересная тема. Она описана в иудейских книгах, что мужчина в возрасте с 14 до 21 года должен заниматься тем, что куёт свой характер. Он не имеет права употреблять там никаких наркотических веществ, заниматься женщинами, всё. Он должен ковать свой характер. Вот. А они далеко не дураки. А у нас как раз теряют силу свою мужественную женскую в этом возрасте. Именно в этом возрасте. С 15 до 21 лета как бы сдулись из-за неправильного направления энергии и потом уже трудно надуться. Энергетически, в силовом смысле. А в этот период как раз чакра Манипура, ответственная за власть, за управление, за самоконтроль, она развивается в это время. И в это время как раз люди, что делают, сдувают именно свою властную энергию. То есть они теряют способность контролировать и управлять собой, миром, обществом в принципе. О какой мы семье можем говорить, если он этот вот период весь прозанимался, не весь чем, да? Вот. Поэтому, так как мы все тут слегка подпорченные мужчины и женщины неправильным советским образованием, поэтому такие вот фестивали очень помогают. И очень важно, чтобы мужчины здесь приходили на молодецкие забавы, на казачьи вармы. То есть побыть в таком суровом мужском обществе, где ласки нету, ну есть добрые отношения, но ласки такой нету, друг другу бога помять, получить как-то, делая, чтобы тебе сделали больно, тебе там есть забава, один против всех. То есть вот эта смелость, дерзость, понимаешь? Все против тебя, все не хотят, чтобы ты прошел, а ты должен раз и проломаться. То есть современные мужчины обязательно должны входить в такие круги и организовывать у себя это дома. И вот начнется вот это возрождение мужской такой силы, которую и мужчины ценят, и женщины. Вот почему нас чеченцы бьют? Слава богу, что бьют. Пришли чеченцы бить славян, чтобы пробудить нас мужественно. Почему? Чеченцы подкачанные, бородатые, идут такие. И славяне такие, бритые такие, программисты, ботаники. Бас побили! Понимаешь, сказка ложная в ней навек, кто обманял ее урок. Чеченцы прислал царь горох, чтобы русских прокачать. И русские стали бородатые, волосатые. И когда они идут такие по улице, и чеченцы так, здравствуйте, здравствуйте, уважаем, уважаем. И пошли как бы каждый своей дорогой. Поэтому, видите, вот она, мужественность такая. И очень важно, почему до сих пор мужчины это чувствуют, они вот идти на рубалку надо съесть, с друзьями на пиво. Потому что мужчине нужен периодически мужской коллектив. И он должен быть, этот коллектив, правильный. Не на пиво с мужиками, а на молодецкие забавы с мужиками. То есть, чтобы это было здорово и полезно, да? Это обязательно. Потому что, когда мужчина постоянно с женщиной трется, у них энергопотенциал спадает. Полярность спадает. И как бы мужчина женственный, женщина мужественный. Отношения какие? Ни-ка-ки-е. Поэтому, даже если муж, мужчина живет, у него жена, дети, он все равно живет периодически в сурово мужские коллективы. Вот как вам в некоторых странах армия есть. Мужчина служит раз в год по месяцу. Всю жизнь там. Где-то там в Швейцарии так. Нормальная тема там, да? 30 месяцев, 30 дней в году в суровом мужском коллективе. И зато домой приезжает такой нормальный мужик. И точно такая же ситуация с женщиной. То есть, вам надо обязательно вот эти женские круги, посиделки. Посиделки, и там вы вместе вяжете. Женские дела обсуждаете. Накапливаете энергию женственности. Делитесь ладом и мудростью. И не только женские посиделки. А обязательно, чтобы женские хороводы были, танцы, да? Потому что вот они пошли, лебедушки, белые березки. Вот накопили женскую силу. Прочувствовали, что такое быть женщиной. Насладились этим, да? Насладились, накопили. И вот, женственная женщина, мужественный мужчина. Бах! Интересная жизнь. Согласны с вами? Бах! И продолжение рода. Да. А то что за продолжение рода, если нулевой потенциал, если они все время рядом? Трутся, да. Нет продолжения рода. Ведь ребенок, потенциал ребенка чем определяется? Разностью потенциалов родителей. Чем мощнее разность потенциала, тем сильнее будет искра. Да. А мощность ребенка определяется искрой во время зачатия. Соответственно, если они там постоянно занимаются, у них потенциал нулевой. Разогнаться не на чем. Нету возможности разогнаться. А если они вот на месяц в армию сходили, пускай на месяц. Да, пускай не в армию, пускай в город и сходишь там, я не знаю, там, боевыми искусствами посходишь. Да, или вот в Карелию у нас плав с мужиками на этой лодке, там, холодно, мокро. Вот после этого можно зачинать детей. Потому что просто так, главное, не отморозить там в лодке ничего. Вот, но потому что вот в обычном социуме в городе, почему рождаемость низкая в городе? Именно из-за этого, именно из-за нулевого потенциала между мужчинами и женщинами. Раньше всплески рождаемости когда были? Мужики собрались зимой, пошли лес валить. Да, их месяц нету. Он за месяц соскучился, нажился в лесу. С медведями обнимался, не скучал уже по женщинам. Мечта, фантазии, все, он пришел, хопа, богатырь. А есть еще очень интересный момент, который я вот как астролог опять-таки проговорю. Может он будет вам полезен, потому что многие, кто приходят с вопросом отношений, у них кармический след, вот допустим приходит мужчина, да, а у него кармический след, у него там очень много планет в женской половине, он много воплощений был женщиной. Он как женщина бы был идеален, он вот уютный, домашний, классный, все. Ну черт возьмем, в этой жизни мужиком родился. Зачем? Чтобы сбалансировать свой энергетический потенциал. Что это значит? А это значит, он должен наработать мужские качества, увести часть своих энергий в мужскую зону, а ему не хочется. Он привык сидеть дома, кашеварить, он там 10 жизней бабой был. Да, мудрости много, способности действовать нету. И вот таким вот надо на самом деле, вот на все различные боевые искусства, казачьи практики, любые вообще вещи, которые делают его кем? Деятелям, не просто хранителям пространства, да, а именно деятелям. Это вот очень большого количества людей, вот такая вот история. Почему еще такая программа идет? Самый язык, на котором мы говорим, это же не русский язык, советский язык, да? Реформу Луночарску. Делаем 33 буквы. Гласные женские, 11 согласных это мужские, и 22 согласных женских. То есть у нас сейчас в два раза больше женских букв, чем в мужских языке. Сам язык программирует на эморсипацию, на перекос. Поэтому выучение нашего древнего языка, где 24 буквы мужских, 24 женских, вот это, азбоги-реди, глаголи-добро, приведет к балансу мужских и женских отношений. Потому что с кем поведешься, от того и наберешься. Какими образами оперируешь, те и получаешь. Поэтому вот это возрождение нашего древнего языка, 49 буквы, 24 мужских, 24 женских и одна универсальная. Тоже приведет к балансу и гармонии в этой сфере. Поэтому древний язык это не просто для красного словца, а для счастья семейного. Вот книга Ивана Царевича «Собери свою матрешку». Я приглашаю всех приобщаться к ней. Исучая народные мудры, здесь минимум того, что надо знать. Олег Антонов тоже у нас великий писатель. Но у Олега Антонова, к сожалению, книги закончились, показать нечего. Книга называется «Шесть способов познать себя», издательство «Андрита Русь». Оно все распродано? Да. Здесь продаются мечи. Оружие? Да, я вижу, не все мамы, а потом покупают своим мальчикам мечи, говоря им при этом, ну у тебя есть, у тебя же есть пистолет. Мечи должны отцы покупать, а не мамы. Ну, ну просто, потому что мама наскала, у тебя же есть пистолет. Мечи – это оружие благородное. Пистолеты – это для трусов. С появлением пистолетов трусов усилилось во много раз, понимаешь? Да, потому что меч – это вот ты мужчина, вот твой меч, вот ты конкретно отвечаешь, а так из-под повороти стрелять. Поэтому меч и лук – это не просто оружие, это сакральное оружие. Мечи и луки есть не только у людей, а у богов. Заметьте, у богов нет пистолета. Опа! Заметили тему, да? Вот показывают древних богов сейчас мифы вот эти. И Голливуд снимает, да, там у них мечи, луки, потому что действительно… И посохи. Да, посох, да, то есть вот такие вот волшебные оружия. Потому что мужчине каждому одно из посвящений свадебных – это научиться стрелять в цель. Если мужчина из лука стреляет, у него есть вот это качество равновесия, да? Натянутости, да? То есть лук он позволяет мужчине свое тело в лук привести, лук от семи недуг. То есть натянуться в правильном состоянии войти костей, жил. Меч тоже позволяет привести в правильном состоянии. Надо щит иметь. Щит – женское начало, меч – мужское. Умение защищаться, нападать. Все это должно тренироваться сейчас, потому что мы живем в мире, где есть война, есть насилие. И мальчики с детства должны уметь постоять за себя, защититься и напасть, когда надо, да? Мечи, деревянные щиты – это очень полезная такая тема, практика. Да-да-да, здесь очень интересный механизм, как огнестрельное оружие появилось. Просто людям, которые хотят развязать войну и до сих пор ее хотят развязать, им надо было просто вовлечь больше людей в войну, да? А обычный же крестьянин, он же не может мечом воевать. Он боится, да, там, среднестатистический какой-нибудь там иностранный крестьянин. Это наш, там, пашет-пашет, ему надоело, думает, дай пойду порубать. Да, в нас и могли косой война, топором. То есть, а большинство иностранцев боялись, и вот для того, чтобы вовлечь больше народа в войну, создавали огнестрельное оружие. Оно создает иллюзию безопасности, что ты вот там издалека стрельнешь, и тебя не убьют. Они не понимают, что там с той стороны воины тоже усовершенствуются, да? Ну, вот иллюзия безопасности, именно этим обусловлено появление вот этого подлинного оружия. Она спрашивает, стоит ли детям покупать оружие, как игрушку мальчикам? Стоит ли мальчикам покупать? Ну... Я, в основном, меч, потому что он ушел из-за... Ну, меч стоит, это, конечно, развитие правильной мужской энергии, это развитие тела еще, владения. И это очень хорошая тема. Если бы Пушкин не на дуэли был, он бы заколол всех. Это был лучший фехтовальщик среди всех его друзей, понятно? У него же там куча дуэлей было, и много дуэлей на фехтование. Он же выжил. Как летит пуля? Вы думаете, многие, что пуля летит прямо. Пуля не так летит. Самое сильное оружие на земле – это человек. Вот в Великой Отечественной войне вот случаи были. Там прапорщик Трофимчук, его раз на передовую, весь свод положили. А, пулеметчик он тоже был, а он живой. Еще бойцов с поля вытаскивают ни одной раны. Его в другую перевели на передовую. Опять же, всех положили, а он живой. И у него спрашивают, ты как-то так? Всех поубивали, у тебя даже не царапнет. А он говорит, а меня отец учил. Если ты пули не убоишься, она в тебя никогда не попадет. Это казачий спас. И действительно, вот это качество мужского бесстрашия – пуля летит вот так, запомните. Вот так. И облетает человека, потому что человек – это самая сильная энергетика на земле. А что пуля? Это кусок железа. И когда у человека мужское бесстрашие, пули облетают. А Суворов говорил, что от труса пуля в кустах найдет. Правильно? Да, Суворов тоже разбирался в теме. Вот, например, куст. Здесь сидит трус и прячется в кустах, боится. И пуля летит вот так. И в трусы попадали. Да, это правда. То есть траектория пули зависит именно от состояния человека. От его трусости или бесстрашия. Поэтому вот мы начали разговор со страхом и к этому тоже пришли. Да, потому что энергетика. У нас у всех есть поля, которые окружают нас. И эти поля искажают в любом случае что-то внешнее. Когда человек идет на сражение, у него все поля очень интенсивные становятся. Потому что там активизируется вопрос выживания. Поля становятся очень сильными. У труса они наоборот становятся очень слабыми. Почему? Он пытается замкнуться. То есть что такое спрятаться? Он пытается замкнуться. Он сворачивается. Он не разворачивает свои структуры, свои щиты энергетические. А что он их делать? Он их спаковал. И соответственно, да, он намного с большей вероятностью получит какое-то повреждение туловища. У него щитов энергетических нет. Он просто их сложил. Он сдался уже в голове. Почему говорят? Бой сначала выигрывается в голове. Поэтому, заметьте, сейчас даже боксеров показывают бои без правил. Начальник показывает, а они вот так друг на друга смотрят несколько минут. Да, еще до боя там. Кто кого переглядит. То есть вот это вот. Победа мудренняя. Ну а на молодецких забавах это знаете как проявляется? Я уже их очень много провел и тут провожу. Еще, наверное, проведем сейчас вот как соберемся. Когда мужчина бесстрашен, он не получает повреждений. Как только мужчина допустил слабинку, ему раз дали куда-то. Вах, ему еще куда-то синяк, понимаешь? То есть это прежде всего пробой страха. Пробой вот этой зажатости. Если мужчина вот чувствует, что я неуязвим, да? При любой комплекции. Толстый, тонкий, мускулистый или не очень. Если вот есть это бесстрашие, правильное мужское качество. Вот он прет один против всех. И он как и всех победил. И ни одной царапины на нем как прошелся нормально. Как нож в масле. То есть я это вот много раз видел и сам через это прохожу постоянно. И вот это надо постоянно тренировать. Что-то тренируется, развивается. Не тренируется, не развивается. Махатму Ганди, да, в 47 году привел Индию в независимости. Без оружия. И он вообще против был всякого оружия. Он применил самое правильное оружие в той ситуации, которая есть. Называется любовь. Нет, понятно. Я имею в виду, что детям совершенно не обязательно иметь меч. Много всяких других практик, с помощью которых можно и лучше, если они не будут знать, что такое меч. Если ты не расскажешь, что такое меч, им расскажут об этом американские мультики. Нет, я имею в виду оружие для детей. Оно их, это оружие, да, предполагает, что какой-то, ну, свирепости там. Что, я хочу убить, понимаешь, да? Защищать. Не обязательно оружие приводит к мнению убить. Во-первых, лук применяется как формирование в мужчине качества целеустремленности. Попадать в цель, это сразу же объясняется ребенку, попадать в цель, быть целеустремленным. У тебя цель родовое поместье построить. И ты ради этой цели начинаешь все изучать, ты попадаешь, создаешь. Так же и меч. Меч – это характеристика умения постоять за себя. У нас же все равно вокруг России есть враги, есть их, никто не отменял, правильно? Ты должен быть мужественным, ты должен уметь за себя постоять. И поэтому мы живем в таком мире, но обучаем мы это обязательно, как добрый Никитич, добрый богатырь. Когда враги идут, он мечом владеет, но что он говорит? Добрый молодец. Вступайте отсюда по добру, по здорову, по целу. Понимаешь? То есть мы учим мастика с добротой, говорим, вот меч – средство защиты, так защищаться. Да, но если надо, на место поставить всех, кто неправильно себя ведет. Я сейчас добавлю, здесь есть очень интересный момент по поводу независимости Индии. Если вы посмотрите историю 20 века, то в середине 20 века был такой парад суверенитетом. Очень многие колонии вышли из подчинений. И на самом деле это в первую очередь связано с работой спецслужб Советского Союза. Они не просто так сами вот взяли так и объявили, мы суверены, теперь да, вот нам это там Британия или там Германия не нужны. Там у нас огромнейшая работа, как ее назвать можно, подрывная работа, невидимая подрывная работа, складыванием очень больших денег, ресурсов. И огромнейшей советской армией, которая была на тот момент, в противном случае, никто бы никого никуда не отпустил. Но с Индией есть еще такая тема, потому что, да, это красивая картинка, что Махат Маганди все освободил. Но в Индии так получилось, что англичане вывезли почти все золото, самоцветные камни, а потом наступила независимость. Их же задача все была закапливать. И при этом еще уничтожили примерно 80% населения. Думаешь, так много? Так это документальные факты. Генерал-губернатор британских в Индии был план по ликвидации индийского населения. То есть это... Индия вторая почислена в мире. Это сейчас. Мы же говорим о тогда. Это две большие разницы. Если вы посмотрите, то в 20 веке, в начале 20 века население Китая было точно, как население России. Все меняется. Да, этот сплеск, он был недавний. Вот такая вот история. Но я вам расскажу секретик, что население России занижается. Нас гораздо больше, чем дает статистика. А население Китая и Индии завышается. Их гораздо меньше, чем цифры говорят. Это, кстати, легко проверить. Если посчитать, сколько городов-миллионников, сколько еды употребляется страной. С учетом того, сколько один может съесть. Все просто. Мы живем в мире секретов. Мы живем в мире всемирных заговоров, секретов, где все поперепутано, все перевернуто. И вот наша задача вот обрести вот это здравомыслие. Здравомыслие. И оно основано на трех вещах. Род, народ, природа. То, что тебе внутренний голос совести говорит, это родовой голос. То, что говорит народная культура по этому поводу, да? По любому поводу, 30 тысяч пословиц и поговорок, понимаешь? Ну, на все случаи жизни есть народное мнение и сказки. И то, что говорит природа. То есть, вот, например, как понять голос природы? Вот тут многие спорят, надо пить молоко, не надо, да? Что молоко это ведический напиток, в антийских ветах так написано. Ты просто в природу смотришь, что ты видишь. Медведи пьют, медвежье молоко, волки волчья, ежики ежиковые, да? Даша, ты смотришь в природу, и ты можешь себе представить, что взрослая медведица прибежала бы к волчихе и сказала бы, дай-ка молочка, белков не хватает. Незаменимая медокислота тут нужна срочно. Незаменимая медокислота, дай молочка, дай ножку по грозону. Да, то есть, понимаете, взрослые животные в природе молока не пьют. Ни одного вида млекопитающего. То есть, природа-мать дает четкие ответы на очень многие человеческие вопросы. Если не боишься, он же не боялся, в принципе, его убить могли, но убили потом в конечном итоге. Махатма бесстрашна была. Я про что и говорю, я про это и говорю. Ну, в конечном итоге убили, но это не важно. Я спрашивал о том, что если ты не боишься ничего и никого, то к тебе никогда не подойдут и тебя никогда не убьют где-то в темном углу. Его убили, в конце концов. Нет, ну, понятно. Поэтому вот это вот владение оружием сейчас не совсем нужно. Есть много других просто практик, вот в чем дело. Армия сейчас очень нужна. Да я не про армию, я говорю про армию. С танками она приносит пользу. Есть много других практик, которые позволяют вот развить вот эти качества, о которых вы говорите, которые дают владение оружием, да? Какие практики? Без... Много есть практик. Да, может, какие вам интересуются? Ну, вот прыганье с тарзанки, например, или там виды спорта вот эти вот. Он станет мужественным и сможет защитить свою семью, если там прыгнуть с тарзанки. Я что-то как-то не знаю. Конечно, у него страха не будет. Он кому угодно морду набьет. Леша, ну, такой ситуации не встретится. Леша, Леша, нет, вопрос не в том, что он так пойдет. Вопрос в том, что... Ситуации не встретится. Стой, остановись. Да. Страх высоты, страх физического вреда и страх нанесения вреда другому человеку – это три разные вещи. Если ты умеешь прыгать с тарзанки, это не значит, что ты можешь набить морду. Это разные вещи. Да, оружие не обязательно. Обязательная тема для мужчины – молодецкие забавы. Ну, это да. Приходите со мной на молодецкие забавы. У нас минимальное количество травм сегодня. Она про меч прошел. Есть, но только чуть-чуть. Оставь меч в покое. Я говорю, вот, обязательная программа мужского воспитания – молодецкие забавы. У нас идет битва на любки, с любовью, доброжелательная, брат за братом. Это да. Мы боремся так, чтобы благородно побеждать. Благородно, чтобы каждый остался цел, но при этом ты встал на грудь побежденному и сказал – да, я круче. То есть, и вот так вот благородно побеждать во всех забавах, чтобы все остались целы и все друг друга прокачали. И вот эти забавы молодецкие, вот много, периодически спортсмены приходят на эти забавы и говорят – слушайте, твои забавы за час, как три тренировки. Потому что там такая интенсивность мужского вот этого потока, неожиданного, постоянного. То ты один против всех, то ты в команде, то там еще каждый сам за себя. И вот это все идет, оно непрерывно, вот это вот силище валит. Там нету оружия искусственного, только живое. Нет, это хорошая практика в том числе. Не хочешь пистолетов и мечей, и луков, можешь без них воспитывать ребенка. Но молодецкие забавы обязательно. Просто бытует мнение, что войны прекратятся, когда наши дети прекратят играть в войну. И здесь имеется в виду больше, наверное, здесь и компьютерные игры, и все остальное. То есть, опять же, само воспитание, то есть для чего использовать меч, как и пользоваться. Так и молоком можно убить, и косой вот когда-то там убивали. Если наши дети перестанут играть в войну, а их дети не перестанут, то наши дети сдадут свои позиции. Поэтому тот момент такой. Наличие доброй силы не говорит о том, что нет доброго ума. Если сознание чистое, если голова у человека чистая, если у него внутри нет войны, внутри него нет войны, он может играть и с саблей, и с пистолетом, и в забаву, и в что угодно. Если у человека внутри, в голове есть война, если ему заразили вирусом войны, вот как помните фильм советский был «Леловый шар» Кира Булычева. Вирус войны инопланетяне на планету занесли, вот кого этот вирус поразил, они просто начинают бояться, ненавидеть и вредить другим людям. Нету этого вируса, да чему угодно он мучить можно. Вон древние мастера такие ситхи показывают, что там можно было город с лица земли стереть. Но никто не стирал. Никто не стирал, потому что знавшие для него последствия будут. Да и зачем? И так все хорошо. Да, я это умею, это прикольно, это классно. Пойду дальше. Пойду дальше, еще что-нибудь новенькое там научусь, да, сделаю людям добра. Вот и все. То есть вытаскивание вируса войны из сознания, оно, кстати, во многом происходит именно в таких практиках, потому что ты понимаешь, когда ты понимаешь, что тебе уже не навредят, да, тебе не страшно. Тебе не страшно. А если тебе страшно, если ты слабый, ты ходишь с этим вирусом войны в голове, что у тебя вот кто-то подойдет, вот там обидят, вот там что-то плохое сделают, а ты ответить не можешь. Ты постоянно варишь этот страх в голове. Поэтому вот эти вот практики, они на самом деле, и, ну, мое мнение, девчонкам тоже надо как-то вот прокачивать эту сферу, потому что если... Сила-то больше. А если девушка трусливая, если девушка трусливая, она не родит смелого мужчину. Она даже если она будет смелой, она его сделает трус. Ну, потому что впитывается все в молоку матери. Абсолютно верно. Первый учитель кто? Карму кто? Создает основную ребенку. Мать. По матери передается страх. Если мать отработала свои страхи, если мать стала бесстрашной, будет смелый ребенок. Мужик может быть каким угодно смелым. Он духовный уровень ребенка определяет. Но если мать трусливая, она родит раба. А как матери прокачиваться? То же самое. Новых механизмов никто не любит. Забавы. 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 Стройте все. Бабские забавы. Баба это что? Мудрость. Да, только с девчатами тоже можно потолкаться. Почему? Нет. Ну мы же женщины. Вот это и есть имперское мышление. Женщина слабая, потому что в Римской империи женщина была кем? Заложником. Было очень много наемников. Войн ушел, семья оставалась в заложниках. Вспомните фильм «Гладиата». Он отказался присягать новому императору. Семью вырезали сразу. Это была классическая римская практика. Поэтому женщина должна была быть слабой, чтобы она никуда не сбежала. И все. А на Руси какие девицы были, чтобы вы понимали образ русской женщины? Вот так вот, на одном плечике два ведра. Вот. Коса должна была быть как минимум до пояса. Замужества. Можно ниже. Вот коса определялась, как готова, не готова. Родит богатыря или нет. Чтобы она в мужскую руку не залазила, коса. Понимаешь? Рука так раз, и коса как пальцы не сходятся. Такая коса толстая. Уже сила жизни вот такая у женщины. Коса 3-5 килограмм весит. И идет такая девица с яблочками. С косой. 3-5 килограмм. Ну и как вы думаете, может ли ее молодец обидится? То есть, видишь, даже если хулиган идет, она так идет, так косу, так раз, камешек. Чи-чи-чи. И дальше идет такая. И хулиган к ней лезет, и она такая косой. Бах! Видели, как в этих фильмах иностранных, да? Когда волосы там что-то. Бах ему по голове. Бах, он все ушел. Она такая, до свидания. Больше не приставайте к девицам. То есть, вот этот миф о хрупкой женщине, он неправильный. Древнерусская женщина, она не была наглой, дерзкой, как сейчас, да? Она была скромной, но она была сильной. Понимаете? Вот она спокойная. Она сама ни на кого не нападает. Она молодцем вот так вот не тыкает, как сейчас. Такие вот женщины боевые, отряд боевых женщин. Но в то же время она в своей женственности настолько сильная, ее невозможно обидеть. Вот мой дядя, например, в детстве вырос в древней белорусской деревне. И он мне рассказывал, что он, когда был подростком, у него было естественное желание пощупать девушек подростком, да? Позажиматься в подростковом возрасте. И говорит, такие девушки у нас на деревне жили. У нее, вот она стоит, думаю, сейчас подойду, обниму. Вот так, по нежному. Пацан, ее нету! Понимаешь? То есть такие женщины, вот девушки, даже формировались с этого возраста, что они вот так, шук-шук. То есть если она не хочет, чтобы ты ее обнял, ты даже до нее дотронуться не можешь, не то что обидеть. Понимаешь? Вот эта женская сила змеи, да? Вот эта изворотливость. Она пластичная, гибкая, сильная. Ты ее не можешь обидеть никак. Даже если поймал, она тебя глаза выцарапала и все. Тоже как-то ничего... Толку нету. Да, толку нету. Поэтому вот она тема. Женщина женственная, нежная, но и сильная при этом. Женская вот этой гибкой силой, да? Да. А когда вот у нас, смотришь, девчонка вот идет, сутулилась. Кстати, ты немножко вот не то сказал, что вот девушки должны в забаву участвовать, молодецкие. Нет, я не сказал молодецкие. Для нас народные игры. Че, как я сказал. В своих бабских забавах. Есть народные игры. Вот мы играли, там, вороны, цыплята. Это же все играют, мальчики и девочки, мужчины и женщины. То есть вот эти все игры, где бегают до гонялки, это же все прокачивается. Ого-го, как, да? Бегают с такой скоростью, там, все же бегают. Задача женщин, мужики, на войну, а женщин, если что, чтобы в лес убежали, да, из деревни. Да, до леса набежали быстрее, чем в коробках. Да. Воины пока на своих конях. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Русские женщины. Раз, два, два. Все уже выступают. Я вам. Кто самый быстрый рэпер в мире, знаете? Наш русский парень, Алексей Мартынов, быстрее всех произносят слова в мире, быстрее всех нехо. Слова в мире. Самые быстрые люди вообще на Руси всегда были. И надо вот это снова возрождать. Просложение к темы, вопрос. А вот нынешние городские женщины, они больше пяти килограмм, женщины понимают вообще вредно. С одной стороны, я понимаю, мужчина создан более сильным, более крепким, женщина более хрупкая, более вечно положение. С другой стороны, я понимаю, что женщины, живущие на природе в деревне, где-то еще что-то, да? Там, где не особо церемонятся, и ручку не подают в привод Ходизес будет. То как-то так, что вы думаете, ваше мнение по поводу того, что сейчас городские жительницы... Ну, женщинам надо помогать, надо сумку поднять. Конечно, мужчина более сильная. Но в то же время, если женщина такая ситуация, что ей надо самой пронести сумку, у нее должно быть достаточно сил, чтобы пронести. Раньше носили коромыслы с двумя ведрами, и это была чисто женская работа. Носить воду. В каждом ведре по 12-15 килограмм. И, соответственно, каждый день носили такое. И с каждым ведром осанка женщины. Все лучше, лучше, лучше. Потому что, когда несешь эти два ведра, надо вот грудь вперед, да? Правильная осанка, позвоночник ровный, потому что, если вот так ведра несешь, то ты кряхнешь после первого заноса. Поэтому вот отношение правильной вот этой тяжести, оно усиливает и делает все более правильным. Да, плюс очень интересный момент, что ты говоришь, что в городах, очень важно, в городах культура какая? Идет к тебе. Не просто городская, она европеизированная. Скаженная. А в Европе к чему сейчас ведут? К тому, что мужчины вырождаются как вид. То есть общество, в котором вырожденные мужчины, исчезает. И женщины тоже. Ну, женщины туда-сюда. Они на равных там. Не, не, не. Они на равных. Там же мужчины берут отпуски, по уходу за ребенком. Да, да, да. То есть общество такое вырождается. То есть это просто скрытое, тихое уничтожение белого населения. Европы. Да, и в городах происходит то же самое. Да. Вот и все. То есть это способ утилизации людей. Сделать из мужика лакея для женщины. И он через некоторое время начнет самоликвидироваться. Вот и все. И под это, вот эта вся история про двери, про поднести сумочку, там вот этот весь гламур так называемый, да, вот. Она сидит просто себя там раскрасывая, да, она красивая, все, а ты должен вокруг нее носиться кругами. Ты выродишься через время. Есть, вот по гороскопу, есть сочетание созвездий, когда такое возможно. Есть такое сочетание. Но это два-три варианта из двенадцати. Понимаете? То есть это два-три варианта из двенадцати. В большинстве же случаев такое мужское поведение приводит к вырождению мужчины. По народной культуре. Мало того, такая женщина, родив ребенка, заставит то же самое делать ребенка мальчика. И он привыкнет это делать с рождения. И на нем будут кататься уже больше. И в какой-то момент, как в Европе сейчас говорят, да нафиг на мне перед ней дверь открывать, я лучше педиком стану. Почему они там такими становятся? Да потому что, если ты не такой, то ты должен просто вокруг женщины жить. Свой мир вокруг нее строить и только о ней думать. Ты можешь никуда не уйти, там не свободно вздохнуть. Все, общество выродилось. Туда сейчас завозят новых жителей. Новых мужиков. Новых мужиков. Вот таких! Почему Ангела Меркель завела эмигрантов? Своих мужиков нету, а она вся. Ну мужики нужны. И завезла вот таких дедронных мужиков. Вот и вся история. Ну, по народной культуре как? Женщина служит мужчине, мужу, муж служит богам. Все. То есть четкая вот такая тема. Когда так происходит, идет развитие. А как только женщина на пьедестале, мужчина ей служит, конечно же, все, мир катится куда? В материализм, в матрица, в мать. Все идет туда. Манк. Но мужчина же заботится о женщине. Конечно. Но мужчина говорит жене, идем туда. Жена говорит, да, хорошо, чем тебе помочь? То есть мужчина задает стержень, он говорит жене, мы идем туда, он принимает решение. А жена согласовывает, помогает. Мужчина гласит, как вот буквица говорит, гласящие буквы мужские, женщина согласовывает. И для этого нам даны две инородные игрушки. Больше двух, но я два примера проезжу. Вот пирамидка, знаете, такая деревянная стержень, и на нем семь колечек. Да? То есть вот мужчина, это стержень, а женщина семь колечек. Она должна мужчине сказать, да, 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 семь раз. То есть он говорит туда, и она сразу кольца чик-чик-чик одела на это. Может, это горе, мы с теми же? Нет, это семь тел человека. У каждого человека семь тел. Жена одна, но у нее семь тел. Как будто у нее семь жен на разных уровнях. У тебя семь тел. Еще очень интересный момент, я дополню. Дело в том, что вот если брать такую вот идеологию жестко, да, то есть один очень важный момент. У мужчин тоже есть страхи. Да? То есть мужчины боятся точно так же, как и женщины. Они так же являются носителями страха. И если мы берем вот эту идеологию мужчины-путепровода как, ну, вот, мертвую, да, то что происходит? Женщина теряет свое право говорить, где мужчине надо развиться, где он протупливает. Да? Потому что мужчина тоже может что делать? Буксовать, бояться. Она чувствует, ему уже пора. Да, вот. что ты там сидишь на зарплате там в 30 тысяч, тебе уже давно пора там 50 получать. А он боится, он там, у него управленческие способности блокированы, ему развить их надо. Да? А ему страшно. Ему страшно это делать. и если женщина не имеет права говорить о его страхах, да, или у него в голове это прописано, то, соответственно, происходит что? Происходит деградация пары. Потому что пара, в которой один перестает развиваться, останавливается в развитии вообще. Это закон. Мы идем вот так вот. Там мужчина прошел, женщина подтянулась. Мужчина прошел, женщина подтянулась. Мужчина забуксовал, женщина автоматически начинает идти вверх. Она прошла, говорит, слушай, я уже вот подросла. И мне уже это не интересно. Мне не интересно то, где ты. Давай-ка ты за мной. А он, если боится, она через время вырастет, если он уперся в страх. И пара распадется. И в нашем обществе большинство пар расходится из-за вот таких механизмов. Либо женщина вцепилась в свою модель поведения привычную и говорит, это мне не надо, я женщина, это не мое дело. Иди там со своими мужиками это делать. Она там, ой, иди там в ЖЭК разберись, платежки какие-нибудь пришли там неправильные. Иди сама разберись. Она боится разобраться, да? И вместо того, чтобы он ей сказал, так, солнце моё, моя любимая жена, я вижу и чувствую, ты боишься общаться с людьми, да? Боишься общаться с работниками ЖЭКа. Иди-ка ты проработай этот страх, да? Иди там порешай вопросы. Если у тебя не получится, я пойду следом, да? Но ты сходи сначала. Попрорабатывай, продыши там, осознай, что ты боишься. И вот если она пойдёт, сделает это, получится он или не получится, он ей поможет, она начнёт расти. Точно так же жена приходит домой и видит, муж лежит, пивасик стоит, о чём говорит, запивает убитую мечту. Да, то есть у него есть мечта, он к ней уже идти боится, он лежит, её уже глушит, чтобы эта мечта ему в голове там не фонила. И вот, когда, если бы она взяла это пивко, выкинула, да, и сказала, солнце, чего ты хочешь? Я приму любую твою мечту. Он там сказал, хочу там на место падения Тунгусского метеорита съездить. Проверить радиационный фон. Да, но страшно. Да, она ему говорит, иди покупай амуницию, давай, я тебе помогу, собирайся. Он поехал, и она уже прорабатывает свои страхи, там бабушки с мамами наговорили, что уехал надолго, изменит, останется там в районе Тунгусского метеорита. То есть такое обоюдное проживание блоков. И только такая семья сегодня жизнеспособна. Если этого нет, семья в конце концов разваливается, особенно в городах, потому что в поселении есть куда сбежать, в деревне есть куда еще сбежать, пространство больше. В городах же нас закрыли в квартире, и либо ты вот это делаешь, либо ты разводишься. Это уже суровая жизненная статистика. Либо там употребляют всякие нехорошие вещества. Я когда говорю, что мужчина надо, чтобы он гласил, а женщина согласовывалась, и что имеется в виду? Мужчина должен объединить волю семьи. Для того, чтобы гласить и куда-то направлять, он должен выслушать мнение жены, мнение детей, родителей. и вот эту всю объединенную волю согласовать со своей и выработать вот это единое решение, которое направлено на благо всех. Поэтому, конечно, речь идет не о мужском самодурстве, что он куда сказал, туда и пошли. А речь идет о мужской мудрости в объединении воли всех членов семьи, чтобы выработать наиболее оптимальное решение для всех. Вот о чем речь идет. Потому что только мужской ум способен это правильно сделать. Так все устроено, что мужчина может правильно мыслить стратегически далеко вперед, а женщина тактически здесь и сейчас. Потому что мужчина 8 тем за урок может выучить, а женщина 8. Поэтому здорово просто, что каждый занимает свое место, каждый занимается своим делом. Солнышко светит, заметьте, птички поют, жизнь идет, и вот наше величайшее счастье просто влиться в этот поток и научиться следовать естественному ходу событий. Потому что главная проблема нас всех это сопротивление. Главная проблема всех людей на три буквы. Запомните. А главное решение на две. Главная проблема нет, главное решение да. То есть когда мы говорим нет, нет, нет жизни. Здесь перекрыли поток жизни, здесь перекрыли от этого мышечная зажатость, душевная зажатость, еще там все это. И жизнь она превращается в те, в болото. А когда ты жизни говоришь да, 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 то жизнь она течет через тебя вот этой рекой, и ты постоянно вот эта свежая чистая река жизни. И вот нашему поколению выпала честь, вот эту вот тему осознать, использовать в своей жизни и подарить этот подарок детям. Подарить подарок детям, умение входить вот в это состояние да, в это состояние постоянно на весны потока жизни. да, это самый важный наверное момент, почему, потому что вот эти вот как раз то, с чего мы начали со стоповых точек, да, они простраиваются, вот если мы посмотрим на человека целостного, да, с точки зрения энергии, с точки зрения энергии, то самое важное, первое, что у нас появляется, это наше энергетическое поле, вот когда зачатие происходит вокруг там яйцеклетки, которая вот утворилась, поле возникает энергетическое, оно у нас сохраняется в этом поле, да, то есть оно самое главное, это наша энергия, то есть наша энергия это как вода, да, как мы ее пустим эту воду, да, это уже другой вопрос, чем больше у нас будет извилков каких-то, стоповых точек, там, дам, пограничений, тем хуже будет наша вода, тем тяжелее, да, тем, чем светлее у нас голова, да, чем меньше там каких-то чужеродных идей, а нам вот эти идеи со всяких компьютеров и телевизоров накидывают постоянно, вот это надо так, 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 до мелочей пытаются вот тебе жизнь выстроить, чтобы твоя энергия не свободно текла, чтобы ты не мог пользоваться, чтобы ей пользовался кто, кто угодно, только не ты, соответственно, когда ты вот эти вот чужие идеи потихонечку, потихонечку достаешь, ты начинаешь то, что называется просто жить, вот говорят, это так просто, просто живи, на самом деле это длинный путь работы над собой по вытаскиванию того, что тебе просто не нужно внутри твоей головы, он очень интересный этот путь и вот то, что мы говорим здесь о вот пляски за святую простоту да, пляски, практики, что они делают? Они разгоняют нас, увеличивают нас энергопоток и какие-то наши внутренние модели поведения, которые ниже этого энергопотока просто смываются как лавина это очень эффективный способ сноса просто вот любого внутреннего блока разгоняешься, 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 в какой-то момент шпоп, ты осознал что-то и ты исчезла. Да, сегодня я рассказывал как раз о свете теле, седьмой день сказок, седьмой день фестиваля и путь к святости это путь к простоте, то есть путь всех людей это умение отбрасывать постоянно ненужное, то есть это не мое, это чужеродное, это на меня налепили, это на моих родителей налепили, и вот этот путь к святой простоте, слышали такое выражение? Святая простота, и действительно вот святые люди они самые простые по жизни, потому что вот эта сложность это с ложью, и постоянно вот это отбрасывание ложных смыслов это и есть развитие к самому правильному управлению, и в конце концов мы все приходим к внутренности нашей, в которой божественный чистый свет, и это и есть святая простота, и тогда все в жизни становится просто и понятно, но для этого надо отбросить вот эту всю грязь смыслов ложных, учений, сектор, религий, американских вот этих закидок, которых нам много дают, да? отбросить это все, но отбрасывание требует работы над собой, мудрости, потому что иногда думаешь, а это мое, а на самом деле нет. Задавайте себе очень простой вопрос, знаете, как он звучит? Звучит элементарно. Откуда я это узнал? Олег Антонов сказал. Вот, Олег Антонов сказал, да, это правильный ответ, то есть, если ты знаешь источник, ты можешь оценивать его, да, но если у тебя есть идея, которую ты считаешь своей, любую идею, всегда задайте себе этот вопрос, если вы в чем-то уверены, боитесь сойти с места, да, вы вот свято верите, что так или иначе, всегда задайте себе этот простой вопрос, откуда я это узнал? Потому что многие идеи к нам попадают как? Незаметно. И именно их тяжелее всего отпускать. Если вам царь Евгений сказал, танцуйте хороводы, да, вы знаете, это он сказал. Если я сказал, задавайте вопрос, вы знаете, я это сказал. Но он сказал, будет куча идей, которые вы где-то в крайнем уху услышали. Вы не обратили на это внимание. Но внимание обратилось на эту информацию. И вы ее уже знаете. И вот так вспоминая, вы сможете эти чужие какие-то вещи доставать. Потому что у нас что, половина населения, телевизор фоном идет, да? А что это такое? Это идеи постоянно тебе в голову дранслируются. Не прекращая вообще. Жилет лучше для мужчины, Да, а просто быть в воде. Благодарим всех за внимание. Желаем вам всех святой простоты. Ура! Радость и счастье. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ